В текущем году в городе Храмтау планируется запуск керамического завода. Кроме того, в районе откроют новую школу в селе Карлау. А современные спортивные комплексы, помимо райцентра, появятся в Бугецае, Коктау и населенном пункте Дон. Об этом и многом другом в ходе отчетной встречи с населением в онлайн-формате рассказал Аким Храмтауского района. Важнейшей задачей в социально-экономическом развитии в направлении повышения качества жизни населения является проведение необходимой инфраструктуры. Свой вклад в этом направлении вносят и местные предприниматели. Так, руководители крестьянского хозяйства в селе Щеликсай за свой счет уже в текущие месяцы подключат газ к домам местных жителей. Такую помощь было решено оказать сельчанам в рамках акции Туган-Джергет-Ахзым. В целом район находится на передовых позициях по обеспечению населения голубым топливом. 96% населения района пользуются природным газом. В текущем году завершатся работы по газификации сел Тасуткель и Акбулак. Централизованное водоснабжение проведут населенный пункт Онгар. Таким образом, процент охвата храм Таучан с живительной влагой превышает 95,5. Большое внимание уделяется вопросам освещения, в частности райцентре и селе Дон. Успешно в районе развивается сфера сельского хозяйства. В 2020 году в рамках программы «Янбек. Экономика простых вещей» выгодные кредиты под 6% годовых на животноводство получили порядка 80 крестьянских хозяйств и физических лиц. Общий размер кредитов составил 778 миллионов тенге. На эти средства было приобретено полторы тысячи голов крупного рогатого скота, в том числе 868 племенных коров. В планах на текущий год довести общее поголовье крупного рогатого скота до 49 тысяч 189. Также увеличится поголовье мелкого рогатого скота, лошадей и птицы. В прошлом году в районе было реализовано 4 крупных инвестпроектов в сфере агропромышленного комплекса на общую сумму 650 миллионов тенге. Средства были направлены на переработку мяса и молока, развитие рыбного хозяйства и племенной животноводства. В текущем году будет реализовано 9 проектов на 839 миллионов. Планируется открытие молочно-товарной фермы, птицефабрики, хозяйства по разведению гусей. По району ведутся большие работы по развитию дорожной инфраструктуры. Еще в 2019 году из республиканского бюджета было выделено 350 миллионов тенге на ремонт подъездных дорог к селам Табантал, Тасуткель и Тасай. Все эти объекты являются переходящими на 2021 год. Актуальными являются вопросы создания дополнительных рабочих мест, открытия новых производств и дальнейшее развитие райцентра. С хозяевами территории, то есть керамического завода мы встречались. Они планируют на этот год начинать работу, открывать более 300 рабочих мест. Сейчас у них ведется по получению кредита работу. Если все это получится, я думаю, в этом году мы постараемся хоть запустить один цех. По развитию города Хантал мы сейчас на сегодняшний день делаем, что стоит свой дом культуры, культурно-оздоровительный комплекс, хоккейникор и 22-й квартал сейчас развивается. По генеральному плану развития, дальнейшее развитие мы сейчас планируем включить на территорию города дон сельский округ. В текущем году новая школа откроется в селе Карлау. Средства на возведение учебного заведения в рамках акции Туган-Жергет-Ахзым выделил глава местного крестьянского хозяйства. Кроме того, поддержку оказывают и простые сельчане. Уже с нового учебного года ребята сядут за парты в просторных классах нового школьного здания. Планируется возведение спортзала в школе населенного пункта Тамды. Также начнется строительство дома культуры в Коктау. Современных спортивных комплексов в Бугецае, Коктау, селе Дон. Волнует население вопрос обеспечения сотовой связью и интернетом, а именно технологии 5G. 5G пока у нас планов нет. У нас в планах включить все сельского округа. Население полностью 100% на 4G перейти, чтобы есть селы, где интернет есть или нет, где 3G. В прошлом году только охватили сотовую связь 20-й квартал, хотя она часть города. Мы поставили вышку возле нового садика и с этого года уже нормализуется. Даже на сегодняшний день там один оператор, на следующий год планируются там и другие операторы. В ходе отчетной встречи хромтаучане задавали главе района вопросы посредством соцсетей и мессенджеров. Затрагивались актуальные темы дальнейшего развития и благоустройства. Николай Сырбов, телеканал АкТУБЕ. Прошлый год был успешным для шалкарцев. Об этом сообщил глава района на отчетной встрече с населением, которая прошла в онлайн-формате. В каждой сфере район добился хороших показателей. Основная деятельность – это животноводство и сельское хозяйство. В прошлом году реализовано два инвестиционных проекта в сфере сельского хозяйства. По данным проектам создано 27 новых рабочих мест. Население района обслуживается в центральной районной больнице, районной поликлиники на 250 посещений в сутки, семью врачебными амбулаториями, тремя фельдшерско-акушерскими пунктами, 19 медицинскими пунктами. В текущем году планируется строительство здания медицинского пункта в селе Шокусо. Всего в районе функционирует 35 школ, 27 детских садов, 4 организации дополнительного образования и 3 пришкольных интерната. В этом году планируется капитальный ремонт средней школы имени Сулейменова в селе Бегимбет в рамках программы Аул Ельбисыгэ. Кроме того, разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт зданий Базойской средней школы, школы-гимназии номер 2, средней школы имени Жангильдина и интерната при средней школе номер 7, которая в настоящее время проходит государственную экспертизу. Кроме того, в связи с ростом числа детей школьного возраста в селе Шокусо Кишикумского сельского округа планируется разработка проектно-сметной документации на строительство школы на 120 мест.